Диаграмма растяжения образца Диаграмма растяжения образца включает в себя не только свойства материала, она зависит также от размеров образца. Для того, чтобы получить механические свойства материала в чистом виде, диаграмму растяжения образца перестраивают, разделив ординаты на переначальную площадь поперечного сечения, а абсциссы на начальное дно расчетной части образца. Получена таким образом диаграмма называется условной диаграммой напряжения. Так как ординаты абсциссы делятся на постоянные величины, то по форме эта кривая подобна диаграмме растяжения. Характеристики, механические характеристики материала, которые получаются при испытании натяжения, делятся на две основные группы. Характеристики прочности, имеющие размерность напряжения, и характеристики пластичности, выражаемые обычно в процентах. К характеристикам прочности относятся, первое, предел пропорциональности материала. Значит, это напряжение, до которого в материале не возникает остаточной деформации, или напряжение, до которого справедлив закон ГУКа. Оно получается как отношение силы соответствующей точки А к концу линейного участка на переначальную площадь поперечного сечения. Следующая характеристика. Предел текучести. Это отношение нагрузки соответствующей площадки текучести на переначальную площадь поперечного сечения образца. Предел текучести также называют напряжение, при котором деформации растут при практически постоянной нагрузке. И, наконец, последняя характеристика. Это предел прочности. Оно находится как отношение максимальной силы. Это силы соответствующей точке экстремума Д на переначальную площадь поперечного сечения образца. Не у всех материалов есть площадка текучести. Поэтому, или в таких случаях, прибегают к нахождению некоторые условные величины, которые называются условным пределом текучести. Значит, под условным пределом текучести понимается напряжение, которому соответствует остаточная деформация 0,2%. Характеристики пластичности выражаются в процентах и к ним относятся относительно остаточное удлинение при разрыве и относительно остаточное сужение при разрыве. Мерой пластичности материала выступает дельта, относительно остаточного удлинения при разрыве. Если дельта меньше 5%, то материал считается хрупким. Если дельта больше 5%, то материал относится к пластичным. Строго говоря, такая классификация носит относительный характер, потому что чаще всего речь идет о том, как меняются свойства, допустим, при закалке стали. А обычно пластичные хрупкие материалы различаются заметно. Относительное удлинение, допустим, для стали малуглеродицы составляет десятки процентов, а относительное удлинение чугуна составляет доли процента. Итак, к пластичным материалам относятся малуглеродицы, сталь, отторженная медь, алюминий и так далее. А к хрупким материалам относятся чугун, стекло, камень, кирпич и так далее. Продолжение следует...